Если налети сосульки на карнизах пугают вас, то боитесь вы не зря. Это видеозапись с уличных камер дома на Сиреневой 30. Запечатлен момент схода снега с крыши в нескольких шагах от женщины с младенцем. Видимо, управляющей компанией Забота о смысле своего названия ничего не знают. И такая картина по всему городу. Сколько еще барнаульцев могут вот так под крышей дома своего встретить лавину? Даже я сейчас снимаю этот стендап в шапке, хотя по канонам телевидения делать бы этого не следовало. Снимать я ее не собираюсь, вдруг и сейчас на нас что-нибудь упадет. В этом доме на Пионеров 22, у которого я так опасно стоял в кадре, управляющей компании будто нет вообще. Наледь и сугробы уже угрожают жизни. Правда, если ЧП и случится, далеко везти не придется. От этой крыши не отличаются и многие на так называемой красной линии. Владельцы магазинов и прохожие уже отчаялись. Сосульки вот висят, они вот и страшно пройти, они могут упасть. Вот я недавно видела, женщина проходила и в миллиметре от нее вот упали эти сосульки. Наверное, в старых частях города вот такая ситуация. Ну и насколько я знаю, вот эти дома, они под снос стоят. Может здесь сильно не пытаются следить и ухаживать за ними. Действительно выглядит так, будто дом готов под снос. Уже не сосульки, милый символ весны, а вот такие глыбы льда валятся с крыши. Каждый день рейд по проблемным домам проводят и активисты Народного фронта. Рецепт у них только один – побудить к активности самих жителей. В случае, если управляющая компания уже никаким образом не реагирует, идем в жилищную инспекцию нашего города Барнаула с приложением фотографии, с письменным заявлением и обращением на то, что управляющая компания не реагирует на те или иные замечания. Даже когда наша группа уже завершала съемочный процесс, с крыши упал ледяной пласт. Вот так было, а так стало после падения. И чем теплее, тем опаснее. Так что, если в вашей управляющей компании не приходит в голову, что потепление равно ледопад, привести ее в чувство сможете только вы сами. Андрей Дриер, Александр Антропов. Наши новости.